добрый день дорогие друзья с вами татьяна беннет и сегодня мы обсудим вопрос как проверять с я продолжаю свой авторский курс по подготовке к егэ по английскому языку мы занимаемся логикой написания с сегодня я бы хотела вас познакомить с пятью главными правилами проверки готовые с безусловно существует очень много тонкостей и сложностей в написании с и грамматика и лексические единицы и требования фипи ну вот когда вы написали с и и вы находитесь на экзамене или где-то вам надо очень быстро проверить вашу готовую работу то существует пять таких вот главных правил которые не следует нарушать их нарушение ведет к резкому снижению оценки но эти правила кстати сказать почти математические потому что здесь речь идет номер один на количестве абзацев номер два количестве мнений формулировок мнений о количестве аргументов аргуме автора и оппонента и о количестве контраргументов давайте посмотрим на практике правило номер один в эссе должно быть пять абзацев перед вами готовы эссе которые я взяла из предыдущего урока вы просто считаете ваши абзацы вот здесь вот обозначенное количество ну конечно же это слово это правило не является самым сложным но тем не менее на него следует обратить внимание особенно если у вас нет большого опыта написание этих сочинений а вот правило номер два она то как раз почему то вызывает очень много проблем даже у тех у кого есть этот опыт во первых нужно очень очень хорошо запомнить что данное сочинение основано на обсуждение всего двух мнений никаких других мнений не должно быть здесь сверху написано и должно быть в тексте три формулировки мнения автора и три формулировки мнения оппонента я поставила звездочку потому что в некоторых случаях эти формируют формулировки укороченные в некоторых случаях это просто упоминание но все равно вот эти вот цифры 3 и 3 должны обязательно присутствовать вашим сочинением но вначале я предлагаю посмотреть на схематическое изображение этого правила в первом абзаце мнение номер один темы с и и мнение номер два который может быть просто упомянуто или продемонстрировано в редуцированном виде первый вариант автор объявляет своим мнением тему эссе и в этом случае мнение автора присутствует первом абзаце начинает второй абзац и обязательно четко ясно эксплицитно сформулирована в последнем абзаце при этом точка зрения который противоречит теме с и будет обязательно в каком-то виде присутствовать в главном в первом извините абзаце и обязательно в развернутом виде должна быть эта точка зрения сформулирована в третьем абзаце мнение это мнение оппонента и автор обязательно должен сообщить что он не согласен с этой точкой зрения и и здесь в четвертом абзаце не обязательно формулировать но должно быть упоминание об этой точке зрения теперь смотрим ну как бы на вариант наоборот правило то же самое только здесь вот нужно поставить звездочку секундочку так мнение автора это точка зрения которое противоречит теме с и поэтому поэтому темы с и у нас перефразированном виде присутствует в первом абзаце поскольку это мнение оппонента то в третьем абзаце четкая формулировка и это это же тема фигурирует в предложении где автор говорит что он с этой точкой зрения не согласен противоположная точка зрения вводный абзац мнение автора главный абзац мнение автора заключения теперь я предлагаю посмотреть как это выглядит на полном тексте сочинения ну вот он перед вами то же самое сочинение которое демонстрировано начале урока таким образом мнение которое противоречит теме с и стало мнением автора и это мнение автора присутствуют обязательно в заключении считаем раз два три темы с и перефразировано она является мнением оппонента поэтому в третьем абзаце полностью сформулировано и в четвертом абзаце нам говорят что с этим мнением не согласны здесь можно развернуть это мнение можно его еще раз повторить но тогда придется думать о перефразировке да поэтому здесь в таком вот просто как упоминание в свернутом виде считаем раз два три вот такая вот несложная математика обратите на нее внимание переходим к следующему правилу правило номер три гласит что должно быть в главном абзаце 2 обязательных аргументов поддержку мнения автора и один дополнительный я специально здесь выделила зеленым если секунд ли обратите пожалуйста на это внимание правило номер четыре тоже об аргументах но только это аргументы в поддержку оппонент мнение оппонента и таких аргументов должно быть максимум 2 ну либо один аргумент он является обязательным либо 2 и наконец правило номер пять опровергать нужно все аргументы оппонента если у вас один аргумент как в этом сочинении опровергаете один вот аргумент после слова because и это опровержение если у вас два здесь аргумента то опровергаете два аргумента схематически это будет выглядеть так я специально написала first ли секунд ли чтобы было понятнее и то же самое first ли секунд ли у нас должно появиться и в четвертом абзаце когда вы опровергаете эти аргументы ну и конечно же не обязательно писать first ли секунд ли просто я решила таким образом продемонстрировать эту схему дорогие друзья ну как вы можете догадаться чтобы не запутаться может быть лучше писать только один аргумент его и проще будет опровергать и вы не забудете опровергнуть не придется долго думать как опровергать второй аргумент но в некоторых случаях конечно и два аргумента могут очень хорошо оформить как бы ваше сочинение таким образом еще раз пять правил которые не следует нарушать перед вами но они являются такими математическими это правило быстрой проверки вашего сочинения но здесь я в заключении хочу сказать что правило 1 3 и 4 как-то к этим правилам очень быстро привыкают особенно если написано достаточное количество эссе а вот правило номер два и правило номер пять здесь почему-то очень часто идет путаница путается количество мнений неправильно их формулируют и количество контр аргументов почему-то тоже обычно путается хотя казалось бы здесь заблудиться довольно тяжело поэтому дорогие друзья обратите особое внимание на эти два правила номер два и номер пять посмотрите еще раз те кусочки моего урока которые посвящены этим правилам а я благодарю вас за внимание прощаюсь с вами всего доброго